Здравствуйте! Летом на наших грядках основная работа это борьба с сорняками. Сорняки могут вырастить везде и на обработанных и необработанных территориях и зачастую борясь с ними мы проигрываем. Для того чтобы эффективно бороться с сорняками были изобретены вот такие препараты которые называются гербициды. Гербициды это препараты уничтожающие растительность. Они бывают сплошного действия и выборочного действия. Препараты сплошного действия уничтожают любое растение на которое попадает данный препарат. Вообще действие гербицидов следующее. Обычно продается концентрат препарата мы его разводим в соответствии с указанием производителя и опрыскиваем растение который нужно уничтожить. Достаточно чтобы на растение попала одна капля, потом оно постепенно разносится по растению и доходит до корня и достаточно одной капли чтобы погибло растение вместе с корневой системой. Вообще гербициды эффективны тем, что когда мы растение выпалываем, корни остаются на этом месте, растение отрастает снова, а после обработки гербицидом растение полностью погибает. Так что гербициды сплошного действия это препараты, которые уничтожают все, на что попадают. Если мы хотим обработать какой-то определенный участок среди растущих растений, все что мы не хотим уничтожить нужно укрывать полиэтиленовой пленкой или как-то отгораживать, чтобы на эти растения не попал раствор. Есть еще препараты избирательного действия, они определенные растения уничтожают, а другие не уничтожают. Очень трудно полоть газон, когда приходится эти сорняки буквально выковыривать из газона, а обычно это сорняки злостные, многолетние и оставив корень, они будут расти еще лучше. Поэтому вот для таких газонов были изобретены такой препарат, как например стриж, лентур. Они уничтожают широколиственные сорняки, то есть на травы с узкими листьями, на газонные травы препарат не действует. А на такие растения, как надуванчик, лопух, пырей, они действуют. И обработав, то есть опрыснув газон таким препаратом, мы освободим их от сорняков. Есть препараты, которые не действуют на землянику, есть препараты, которые не действуют на картофель. В небольшом хозяйстве, ну может быть и легко небольшие грядки обработать вручную, а если это грядки большие и если площадь какими-то культурами засеяна большая, как раз вот применение этих препаратов выборочного действия очень сильно сократит трудоемкость работ на данных участках. Через две недели полностью разлагается в почве данный препарат, в растение он не попадает и не попадает в плоды. То есть данный препарат безвреден для нашего организма, он безвреден для почвенных обитателей и для почвенных микроорганизмов. Когда будете покупать, обязательно смотрите, какого действия, прям на обычный, так и пишут, гербицид сплошного действия или гербицид избирательного действия, вот например, прям так сразу же пишут, от сорняков на газонах. Определяемся, что мы будем уничтожать, где и как мы будем уничтожать, но обрабатывая участки любым гербицидом, помните, что на семена, которые уже отселись и попались в почву, данный препарат не действует. Если вы хотите полностью очистить от растительности какой-то участок, тогда подождите, когда растения взойдут, не торопитесь с обработкой участка, подождите, когда растения взойдут, это примерно с середины мая, нужно дождаться, когда семена хорошенечко прорастут. И вот тогда уже обрабатывать. И обрабатывать лучше всего растения до того, как они успеют завязать семена и отсеются, потому что, повторюсь еще раз, препараты на семена не действуют. Обработанные участки после того, как вы соберете отмершие сорняки, сразу же готовы к засеванию, сразу же готовы к использованию. Наши советы, надеюсь, помогут вам уничтожить сорняки на ваших участках, затратив при этом минимальное количество труда.